здравствуйте дорогие друзья я вновь приветствую вас на канале эвакея и сегодня мы поговорим с вами о вредных привычках и борьбе с ними что же такое вредные привычки существует большое количество определений вредных привычек есть даже определенный гост на эту тему то гост по социальному обслуживанию который определяет вредные привычки как употребление табака алкоголя наркотических средств приносящие вред человеку но вредные привычки это понятие гораздо более широкое неже употребление нежели употребление алкоголя табака наркотиков вредная привычка если суммировать все имеющиеся определения это периодически повторяемое поведение которое приносит человеку вред как вред для здоровья так имущественный вред нравственный или социальный привычка это повторяемое действие вредное соответствующая соответственно приносящие вред при этом очень важно понимать отличие привычек вредных привычек от зависимости в общем правиле если вы в слове видите окончание мания и легализм например наркомания шопоголизм игромания а также курение и злоупотребление алкоголем это не совсем вредные привычки это зависимости то есть большинстве своем это медицинские скажем так патологические состояния которые сопровождаются стойким стремлением какому либо саморазрушающему действию например курение алкоголизм наркомания шопоголизм игромания и так далее так далее так далее от этого нужно отличать вредные привычки которые хотят чаще всего вредными привычками именно называют курение злоупотребление алкоголем и так далее так далее это больше медицинские состояния которые и требуют для своего разрешения часто медицинского вмешательства вредные же привычки это особенности нашего поведения такие как например сниженная физическая активность неправильное нерациональное питание причем сюда включается как переедание так и к примеру злоупотребление или сильная приверженность диетам которые не всегда положительно сказываются на нашем здоровье существует огромное количество самых разнообразных диет вот но прежде всего правильная диета это та которая обеспечивает рациональное питание поэтому конечно понятие неправильное питание очень широкое но тем не менее есть определенные принципы которым следует необходимо следовать это недосып это стресс это такие банальные казалось бы привычки как например грызть ногти или что-то еще делать злоупотребление лекарственными средствами то есть избыточное употребление лекарственных средств это тоже вредная привычка когда люди вместо того чтобы изменять скажем свое поведение по любому поводу по любому симптому сразу принимают лекарственные средства в частности одной из таких больших проблем связанных со злоупотребление лекарственными средствами является бесконтрольное применение антибиотиков это отдельная на самом деле тема для обсуждения но это тоже по сути вредная привычка это такой паттерн поведения который потенциально может нанести большой вред то есть как вы видите это весьма распространенные особенности поведения которые человек в принципе может исправить сам при этом эти вредные привычки являются очень распространенными по данным статистических исследований к примеру курят в россии 39 процентов населения из них это 60 процентов курит 60 процентов мужчин 21 процент женщин это колоссальная цифра страдают ожирением ожирение это окружной стали и больше 94 сантиметров мужчин и 86 у женщин страдают ожирением 65 процентов то есть больше чем половина взрослого населения россии неправильно питаются около 70 процентов населения имеют низкую физическую активность около 62 процентов населения это на самом деле весьма удручающая картина хотя она улучшается из года в год вот эти вещи такие как ожирение да это уже последствия вредных привычек а сколько действительно неправильно питаются и сознаются в этом людям и конечно сказать наверняка не можем при этом если брать такие серьезные вредные привычки классические вредные привычки которые мы определили с вами как зависимости например злоупотребление алкоголем россия стоит на 13 месте в мире по объемам употребления алкоголя и среднее потребление на каждого человека старше 15 лет составляет 10 литров почти целое ведро чистого спирта в год на каждого человека старше 15 лет в среднем что касается наркомании конечно число только зарегистрированных наркоманов в россии около 800 тысяч человек стоящих на наркологическом учете при этом большая часть из них подавляющее большинство это люди злоупотребляющие употребляющие опиаты например такие как героин то есть это тяжелые наркоманы вот при этом даже если человек понимает и признает что у него есть какие-то вредные привычки больше мы скажем о низкой физической активности неправильном питании недосыпи стрессе и так далее так далее так далее хотят что-то изменить большое число людей конечно все говорят что да надо проявлять физическую активность да надо ходить спортзал надо правильно питаться надо 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 то есть хотят что-то изменить в своей жизни связи с этим 77 78 процентов населения а реально делают только 14 и ну от 14 до 18 процентов здесь мы приходим к очень важному пункту хотеть изменить свои привычки сделать их из вредных полезными и делать это это совершенно разные вещи прежде всего как да есть вот статьи принятия там горя есть также стадии принятия решением человека прежде всего нужно осознать потребность в этом то есть для того чтобы вам измениться нам вам необходимо понять что в этом есть потребность то есть человек такое существо что он не меняется когда ему удобно да если ему удобно если ему комфортно неправильно питаться сидеть на месте и не двигаться он этого изменять не будет то есть должна появиться потребность потребность у всех разные мотивацию всех разные об этом мы обязательно поговорим в отдельном ролике но прежде всего нужно осознать потребность признать да это говорят что первый шаг к решению проблемы это признание проблемы того что это не норма низкая физическая активность это не норма неправильное питание питания в фастфудах там, junk food, да, это тоже не норма, недосып, это тоже отклонение от нормы, то есть прежде всего признать, потом, конечно, поиск информации, сегодня в эру интернета найти информацию не проблема, скорее даже есть избыточная информация, есть официальный сайт, там, сайт такздорова.ру, да, это официальный сайт Минздрава, выделенный для информирования населения о вопросах здорового образа жизни, есть сайты, там, муравэб, где можно посмотреть, как вести свою репродуктивную жизнь правильно, как оберегать свою мочеполовую систему и так далее, и так далее, то есть найти информацию не проблема, затем нужно оценить варианты, какие варианты для вас приемлемы, если вы хотите избавиться от какой-то, скажем так, вредной привычки из этого столбца, зависимость, да, курения, то есть смысл обратиться к врачу, к специалисту, который в этом поможет, ну и, соответственно, принять решение о действии, то есть не нужно ждать, говорится, понедельника, чтобы что-то изменить, меняйте сейчас. Дорогие друзья, на этой позитивной ноте, на мысли о том, что необходимо и возможно каждому измениться и сделать из вредных привычек полезные, я прощаюсь с вами, меня зовут Красняк Степан, специально для Эвакея. Субтитры сделал DimaTorzok